Россия готовится к победоносному чемпионату, готовится в очередной раз удивить весь мир своей щедростью, добротой, красотами и, собственно говоря, продолжает удивлять. Строит самые дорогие стадионы, в которых капает с потолка и отваливаются унитазы, но это еще не все. В последние дни во всех газетах иностранной прессы обсуждаются новые факты массового истребления животных. Моя дочь показала мне плакат в интернете и спросила, это правда, они из-за чемпионата убивают животных? Я не знал, что ей ответить, сказал, скорее всего, это так и есть. Поискал материал и был совсем не удивлен, меня, как и любого нормального человека, захватила волна возмущения. Бездомность – это еще не причина к убийству. Вообще-то о бездомных, о слабых принято заботиться, а не истреблять их, потому что кто-то когда-то их бросил. Цитата. «В 2018 году 11 городов России будут утоплены в крови бездомных животных. Почему их всех уничтожат? Да потому что чиновники и коммунальщики, кроме остервенелого желания убивать, гнать, уничтожать все живое, уверены, что животные мешают спортсменам и болельщикам, что животные портят туристическую привлекательность страны. Они мечтают о пластиковом мире без листвы травы на газонах, о мире без животных и птиц. Они считают, что животные не имеют права на жизнь. Это первый вопрос. А второй вопрос, который возникает – почему же вместе с собаками уничтожают даже кошек, которых не уничтожают даже на самых дорогих курортах мира? Несколько лет тому назад мы ездили с семьей на остров Мауритиус. По-русски это, кажется, остров Мавритании. Так вот, там практически все отели – это пятизвездочные, очень дорогие. И представьте себе, там совершенно свободно ходят кошки, собак, бездомных собак, можно увидеть на пляжах. Туристы кормят животных, общаются с ними. Собаки часто заходят даже на территорию гостиницы. И представьте себе, это абсолютно никого не волнует. А Россия хочет произвести какое-то впечатление. Репутация страны в этом случае не то что поднимается. Она просто разрушается, обмазывается кровью невинных жертв. Люди пишут, что мы не дикари, чтобы массово убивать животных на улицах. Оказывается, еще в 2014 году, перед проведением Олимпиады, точно такая акция проводилась тогда в Сочи. Тогда живодеры убивали животных, как только хотели. И за каждое убитое животное получали от 500 рублей до 2000. Теперь, если верить цифрам, которые приводят защитники животных, расценки выросли до 6-9 тысяч. Людей стараются стимулировать деньгами, чтобы они еще больше были заинтересованы в убийстве этих несчастных. Притом, эти идиоты даже не понимают, что подобную акцию сейчас, во времена интернета, невозможно скрыть. Во всех странах, Швейцарии, Германии, США, даже в Мексике, пишут о том, что это необходимо предотвратить. Это цитата из нового созданного в мире сообщества «Блюд FIFA 2018». 1 сентября 2017 года по всей России начались массовые кровавые убийства бездомных собак и кошек перед Чемпионатом мира по футболу 2018. Местные власти городов уничтожают животных варварскими методами. Расстреливают, травят ядами и многих раненых, но еще живых, сваливают возле мусорных свалок в пределах городов. В России не работают законы и нет эффективных законов по защите животных и об ответственном к ним отношении. Практически нет государственных приютов для бродячих собак, а те малочисленные, что есть, представляют собой тюрьмы пыток и мучительной голодной смерти. Российские власти производят массовые варварские убийства, чтобы приезжие спортсмены и болельщики со всего мира не могли увидеть положение бездомных животных в России. Так поступали нацисты с людьми во время Второй мировой войны. Мы призываем бойкотировать чемпионат мира по футболу в варварском государстве России. Тем временем, Волгоградский горприемник готов принять на работу новых сотрудников, ловцов, безнадзорных животных с окладом 18-25 тысяч рублей. Это всероссийская живодерня. Она пашет на всех уровнях. Что же касается кошек, даже в сталинские чудовищные времена понимали, что уничтожение кошек чревато распространением крыс. И в послевоенном блокадном Ленинграде завозили кошек для того, чтобы они занимались отловом этих опасных животных. Есть такая поговорка «Не хочешь кормить своих кошек, тогда будешь кормить чужих крыс». И может произойти так, что вместо нормальных живых кошек перед глазами болельщиков и участников чемпионата будут разгуливать жирные твари.